Добрый день дорогие друзья вы на телеканале ИТОН ТВ программа тема дня меня зовут Александр Вальдман а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательный гость Дэвид Лемперт академик доктор наук один из руководителей компании израильская авиационная промышленность человек знающий умеющий и понимающий Дэвид разговор сегодня пригласил я вас с одной простой целью буквально на днях израильское управление природы и парков объявила о наборе в так называемую группу быстрого реагирования на юге страны которая будет заниматься тушением пожаров и в объявлении отмечается что речь идет о временной работе с марта по октябрь как я понимаю это тот период когда наши ближайшие соседи сектора газа просыпаются и начинают поливать нас огнем вопрос самый простой как бороться с этими на первый взгляд примитивными варварскими методами войны есть они или нет вообще какова история этого вопроса может быть окунуться может быть найти ответ на это где-то в прошлом все старое хорошо забытое новое или наоборот значит я с вами полностью согласен эту хочу сразу сделать порядок в нашем разговоре да конечно значит есть два вида угрозы угрозы огня для нас со стороны наших соседей первое это дрон с которой мы нашли этот дрон это робот который управляется человеком несет зажигательное какое-то устройство и значит дрон управляется человеком для того чтобы его нейтрализовать и надо перерезать его пуповину которая является канал связи очень удачно сделали более того как мы видели даже экспортировали в англию когда геннаде геттвик был закрыт до наши две компании послали и тогда оборудование моментально прекратилось это дело простое прошедшее хуже когда мы имеем дело с силами природы почему потому что если вы запускаете змей или же баллон или зонда или как вы хотите все зависит от ветра как ветер будет дуть так они будут двигаться вы знаете глядя на сектор газа и на то что происходило этим летом ощущение что ветер постоянно дует в сторону израиля я думаю что это просто такое ощущение тем не менее вы знаете кстати когда началась эта последняя операция против выступления в газе слушатели израильских сми послали более 300 предложений борьбы но это еще из них я не знаю многое просто можно из я читал некоторые из них были достаточно логичные но может быть часть как и армия возьмет на вооружение я думаю что интересно обратить внимание вас и слушатели тем что у истоков в огненной войны лежит все таки наша история все конечно знают такой национальный герой был самсон в он жил в округе дана и рядом с ними жили филистинлине палестинанцы которые называются сегодня они в общем то что слово от филистин они жили примерно на территории от тель-авива до газа и они делали очень много неприятностей еврейским племенам крали скот вырубали посевы поджигали и прочее прочее и появился национальный герой те кто читали тору или знают самсон который сделал следующую вещь он словил 300 лисиц хвосту каждый из них он привязал паклю поджег и пустил на поля плестин и сжег их так началась история огненных войн теперь что касается например древнего египта то у каждого фараона была какая-то каста жрецов которая занималась тем что она дрессировала голубей и других птиц которые в нужный момент выпускались против флота или против осажденных городов и они бы к лапкам были привязаны тоже какие-то горючие вещества так как суда были сделаны из папируса так это в общем приносило очень серьезные на этом война не остановилась начались крестовые походы выдумали всевозможные виды разницу между баллистой и катапультой вы знаете катапульта она бросается через таким вот а баллиста она как копье или там я не знаю дротик прицеплялись греческий огонь так называемый и во время осады или же во время битвы пускали этот огонь могу вам рассказать очень интересный казус который произошел в первую мировую войну в первую мировую войну один из поручиков российской армии решил попробовать на своем аэроплане как-то аэропланы эти и самолеты не имели покрытия без без а он набрал несколько бутылок таких с керосином и начал бросать в них на немецкие войска и получил очень серьезный нагоняй от известного вам генерала брусилова который сказал больше не не портить тару стеклянную по стоку по скоку с высоты 50 метров так по виду делали такое стекло крепкое что она не разбивалась как на подлазе во время второй мировой войны применялись огнеметы это очень серьезная вещь в основном и пользовались для взятия долговременных точек но я хочу вам рассказать интересную историю которая может быть будет интересно и вам и слушателям вы знаете такое выражение коктейль молотом ну конечно тоже в 1939 году была война между финляндией и советским союзом у финнов не было противотанковых орудий и тогда финны изобрели бутылки которые наполнялись очень большом количестве горючей смесью и назвали финны их коктейль для молотом со временем для ушло и все и это первое второе что я хочу тоже рассказать что в начале войны противотанковая техника и она она не догоняла потери и поэтому делали в советской армии тоже пользовалась в этими бутылками заживательная смесь но в сорок третьем году господин цукерман изобрел вещь которую вы может быть из них слышали и ваши слушатели тоже бутылка мед то есть к карабину цеплялась какая-то приставка и он бросал эту бутылку 50 60 метров что считалось это рекордом получил героя социалистического труда и был отправлен в город сарф город саров не смотрите на меня так вы не знаете что такое сарф это арзамас 16 там собрал берия собрал лучшие умы для производства атомной бомбы кстати один из руководителей я думаю главный это был харитон внук известного феодесийского купца первой гильдии который был там очень серьезным евреем в феодесии харитон потом стал трижды героем социалистического труда трижды героем да совершенно верно я хочу еще вам рассказать некоторые вещи что партизаны все время получали по распоряжению ставки прокламации и буклеты как варитол как дел я читал в москве в библиотеке политехнического музея спор ты три способа как делать очень эффективный коктейль молотова это керосин со скипидаром или керосин со скипидарами с какими-то еще дополнениями из четыре основных спорта так что все это прекрасно признают задача состоит в том мы можем сбивать эти конечно есть очень много способов они очень дорогостоящий я сразу вот об этом и речь способ и действительно дорогостоящий как написал один можно сказать юморист или просто человек который обладает чувством юмора что самолеты стоимостью несколько миллионов долларов пускают ракеты стоимостью несколько сот тысяч долларов на палатку которая стоит 20 палатку террористов которая стоит 100 долларов и в которой находятся террористы которые не стоят ничего вы знаете об этом есть правда потому что сегодня террористы они совершенно не дураки они используют все возможные способы для того чтобы минимальными средствами добиться максимальных эффектов и я вам приведу один пример если хотите значит вы помните героя молодежи 60-х годов че гевару да конечно кто же песни пели я знаю всякие значит что сделал че гевара он во всех этих странах куда он где он делал подпольные свежие они воровали его люди воровали детей у родителей через полгода они делали супер солдата который ничего не боялся который стрелял лучше взрослых который был незаметен то же самое сделано ли они эти самые газы согласно данным наших средств массовой информации есть десять тысяч человек которых они мобилизовали вы можете представить что такое а теперь возьмите на себя такой вы можете стрелять из пулемета по этим шарам вы можете стрелять из дробовика который там с они соединены эти дробинки из масса способов но это 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 не решает проблему можете поставить сеть на нас на аэростатах то есть у вас есть много но самая крупная проблема которая есть у нас это представьте что вам сегодня 18 лет что вы солдат армии обороны израиля что вы профессиональный снайпер и что вы лежите на этом на подстилке и против вас беснуется десяток другой тысяч этих самых подогретых непонятно чем и кем и подходит мальчишка 10 12 15 лет максимум к забору и хочет бросить как это бутылку зажигательной смесь или гранат или запустить шар или запускать шар они по моему дальше более далеком расстоянии и вот здесь начинается самая большая проблема убить ребенка я думаю что это не это небольшая проблема понимаете сегодняшнее стрелковое оружие позволяет бить с точностью плюс минус 2 сантиметра на расстоянии в несколько сот метров несколько километров нет это 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 уже ассы когда вот нашего солдата ранили его ранили из газы с расстояние примерно двух с половиной километров есть адресный на совершенно верно есть единственный в мире такой завод который делает такие снайперские винтовки но и они это война что делал но дело не в этом и вот такой вот молодой человек у него есть должен быть выбор стрелять или не стрелять с одной стороны он обязан стрелять с другой стороны морально я хочу чтобы поняли какой здесь моральный я не знаю я лично если вы мне сказали стрелять ребенка я не уверен что я бы стрелял не потому что я люблю страну меньше чем кто это морально я я не готов был бы это сделать вы говорите о скажем так психологических аспектах этой проблемы но технически как она может быть решена или решение нет из ваших слов я делаю решение очень тяжелое потому что я вам объясню в чем дело я этим вопросом тоже занимался еще когда вы получаете 150 ракет на голову так весь мир знает что так они слабые как говорила мадам клинтон что вы хотите у них нет территории не стреляет из школы вы понимаете это дуальное отношение к нашей стране было есть я думаю всегда будет так вот значит я приду простой пример мы двоюродный брат который живет в бельгии прекрасный врач и говорит на иврите я думаю лучше чем я вот он приехал горит как вы можете застрелить полторасто человек митингующих и игрок а как как ты мог бы по укресе в тебе бы бросили в дом гранату или стреляли бог на чтобы ты дел угры поздом говорит я бы поздал полиции я грубо ты мы пытаемся вы понимаете у нас какие-то мы в не равных условиях это борьба наша это борьба менталитета нашего менталитета мы все-таки не можем делать то что делают другие но получается что мы между молотом и наковать завершено доллитет арабов которые для которых евреев нужно уничтожить фашистская идеология и идеология востоке европы которая считает что те бедные несчастны вы сами сейчас дали ответ на ваш вопрос почему наше противооружие стоит дорого потому что мы хотим уничтожить наступательное оружие с минимальным человеческими потерями есть другой вариант давид исходя из вашего опыта жизни в израиле я не вижу особой проблемы может быть я заблуждаюсь с тем чтобы отследить тех людей которые посылают этих мальчиков невинных к нашему забору с со средствами которые доставляют нам столько неприятностей и отстреливать их первую очередь они мальчиков это решение должен принимать кабинет министров а не мы с вами я думаю что это было сделано это единственное чего они боятся когда их уничтожают разными способами но по-видимому сейчас мы же с вами являемся заложником мировой политики тоже не забывайте что наше руководство оно консультируется и соединенными штатами и с россией и даже с египтом поэтому значит я думаю что они принимают достаточно какие централизованные меры чтобы сбалансированы для того чтобы не выходить за рамки означает ли это давайте скажем так нашему разговоре поставим точку означает ли это что начиная вот как управление природы и парков объявила о наборе с марта по октябрь означает ли это что с марта а может быть и раньше нам следует ждать новые волны пожаров ни в коем случае керенка эминтли из строя каждый год опубликовывает для студентов и учащихся старших классов такие же самые объявления потому что приходят на пикники и поджигают хотя не хотя так что это как здесь совершенно четко привязано территориально к в районах прилегающих сектору газа может быть это самые теплые районы это смотрите привязать что-то к чему-то можно всегда вы понимаете вопрос стоит в том что керенка им тоже набирает сколько я помню всегда была подработка и мой старший сын ходил туда платят копейки конечно но надо ходить там не знаю всякие окурки подбирали и прочее тушили для этого существует я знаю что существует сейчас очень серьезная воздушно-пожарная служба потому что но туда в зону сектора газа не допускают маленькие самолеты летают и бросают а сам образа это такой специальный я всем расскажу где-то лет шесть тому назад мне пришлось разговаривать с одним из руководителей израильской пожарной авиации они приобрели в германии порошок который при соединении с огнем он дает газ какой-то самогашение огня и достаточно эффективно израильский опыт на фирме бериева когда сделали битвести битвести это гидросамолет который летит и забирает ковшом в воду и бросает там половина авианики это было наш что же давид может быть остается нам только воду на них сбрасывать Я не знаю это очень большая проблема как моральная я говорю скорее всего как морально так она еще и не решается поскольку у нас совершенно разный менталитет увы увы спасибо давид за этот очень интересный рассказ спасибо вам друзья что были с нами и давайте вместе бороться с огнем как и с терроризм всего доброго до новых встреч